Аллилуйя! Отец, мы входим сейчас в Твое Слово. Во имя Иисуса и мы благодарим Тебя за помазание. Мы благодарим Тебя за Него. О Господь, мы благодарим Тебя за обилие Твоего присутствия сегодня и за Твою исцеляющую и освобождающую благодать. Мы просто благословляем и благодарим Тебя за нее, и мы прославляем Тебя. И когда мы пребываем, Господь, в Твоем присутствии и в Твоем Слове, Мы понимаем и мы знаем, что ты будешь пребывать в твоих проявлениях твоего присутствия, проявлениях Духа Святого, чтобы избавлять, делать здоровыми и освобождать каждого на этом месте, кто в этом нуждается, кто желает этого. Каждый телезритель, который нас сейчас смотрит, имеет на это право. И мы воздаем тебе хвалу и благодарение за это во имя Иисуса. Аминь. По наставлению Духа Божьего, исходя из того, как это служение было представлено мне сегодня, я должен уделить сейчас несколько минут тому, чтобы поговорить об истории наследства. Отец ищет сыновей, а не слуг. Откройте вместе со мной 15 главу Евангелия от Луки. И в этой 15 главе Евангелия от Луки, Иисус сказал в 11 стихе, прежде чем я его прочитаю, позвольте мне показать вам эти первые два стиха в 15 главе. Я хочу вам здесь кое-что показать. Обратите внимание, Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду. Какую одежду? Лучшую одежду. Что было этой одеждой? Эта одежда представляла этого человека. Это была одежда праведности. Что касалось семьи этого человека, это означало, что это было фактически, как Божье оружие. Вы обликаетесь во всеоружие Божье. Откуда у нас право обликаться во всеоружие Божье? Потому что мы соединены с ним в завете, в крови Иисуса. Понимаете, у этого человека была вера в кровь завета и силу завета. У него была вера, что он вернет своего сына посредством кровного завета. И он сказал, оденьте на него лучшую одежду. Принесите лучшую одежду. Оденьте ее на него и оденьте перстень на его руку. Оденьте перстень на его руку. Понимаете, этот парень промотал все свое наследство. Этот человек отдал своим двум сыновьям все, что у него было. Но заметьте, еще до того, как этот сын вернулся назад, его отец снова был богат. Понимаете, в его жизни продолжалось умножение. И что он сделал? Этот парень уже промотал все, что у него было. Но вот его папа дает ему свою карточку, Американ Экспресс. Это перстень на его пальце. Понимаете, ему достаточно было просто пойти в город. На нем была одежда его отца, у него был перстень его отца. Он мог бы сказать, я хочу это, это и это. Отправьте это ко мне домой. Они бы спросили, как вы хотели бы оплатить? Он бы ответил, все полностью оплачено. Вот что я тебе скажу. Я не доверю тебе все эти деньги. Посмотри, что ты сделал в последний раз. Когда я что-то тебе дал, ты убежал из дома. А когда вернулся, от тебя пахло, как от свиньи. Боже мой, у тебя есть хоть немного здравого смысла. Ты жалкое ничтожество. Тебе нужно вернуться туда и жить с теми свиньями, если это то, что ты будешь делать с моими деньгами. Это не были его деньги. Он отдал их ему. О да. Иисус сказал, не бойся, малое стадо, отец ваш благоволил дать вам царство. Бог уже все отдал. Вы знали, что Бог отошел от дел? Сказано, что Он передал весь суд Сыну. Бог всемогущий. Все, что Он делает, Он наслаждается Своей семьей. Он играет со Своей семьей. Это все, что Он хочет делать, прославлять и быть в вашей компании. Я скажу вам кое-что еще. Для некоторых из вас это может быть шоком. Что ж, это нормально. Пусть будет шоком. Если бы не грех, у Бога никогда бы не было серьезной мысли. Он не был серьезным, пока на сцену не вышла смерть. Бог – жизнь. Бог – радость. Бог полон жизни и радости. Аллилуйя. Он не был серьезным, пока не пришла смерть Его человека. После этого Он стал серьезным. Но вы знали, что Он отошел от серьезности? О, да. Бог живет среди славословий Его народа. Пусть Иисус позаботится обо всей серьезной части. Да. Именно поэтому, слава Богу, когда мы приходим в церковь, мы не должны приходить и кричать, и плакать, потому что Бог хочет наслаждаться общением с нами, играть с вами. Аминь. Он хочет отлично проводить время, восклицать и веселиться. Иисус предложит вам работу. Да. Но Бог будет наслаждаться общением с вами, играть с вами. Аминь. Разве для вас это не благая весть? Для меня это было благой вестью. Если не верите, проверьте. Пободрствуйте сегодня всю ночь и проверьте это. И посмотрите, как это работает для вас. Итак. «Приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться». Я вам говорил. Я вам говорил, что кровь Иисуса привела Бога в праздничное настроение. Давайте есть. И давайте радоваться. Давайте отлично проводить время. Почему? Потому что Его жертва находится на земле. И дьяволу ее отсюда не удалить. И кровь Иисуса разрушила грех, болезни, бесов и страх. Аллилуйя. Слава Богу. О, мне это нравится. Ибо этот сын мой был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. О, Господь. И начали веселиться. Почему он так радуется? Потому что он знает, что посредством кровного завета он может вернуть своего сына. Даже несмотря на то, что тот согрешил против него, он может вернуть его. Единственное, что помешает этому парню вернуться назад, если этот человек будет настолько эгоистичен, что не пустит его назад. Но это не Божий стиль. Это не его стиль. Он Бог кровного завета. Аллилуйя. И когда вы родились выше, Бог был так этому рад. Он не сказал, тебе бы очистить себя от этого зловония и греха. Нет, 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 нет. Бог назвал вас царем и священником. Приведите его сюда. Слава Богу. Наставьте его на тот путь, к которому он должен идти. И научите его тому, как он богат сейчас на все грядущие века. Он планировал, чтобы вы вели себя таким образом. Не высокомерно и не будучи полными гордости, но будучи полными радости. И просто были всегда восторженными и счастливыми, несмотря на все то, что дьявол может вам сделать. Несмотря на все то, что мог выставить против вас ад. Посмейтесь над ним. Плюньте ему в глаза. Идите дальше. И отлично проводите время с великим царем небес. Аллилуйя. Итак, а что насчет второго сына? Старший же сын его был на поле. На поле? На поле? Что ты делаешь на поле, парень? Старший же сын его был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование и, призвав одного из слуг. Он подозвал одного из слуг. Просните сейчас. Он позвал одного из слуг. Не сказано, он позвал своего слугу. Сказано, он позвал одного из слуг. Почему это сказано именно так? Потому что этот старший сын, один из них, из слуг, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. И это разозлило его. Он рассердился. И должен быть корень этого гнева. По той или иной причине он зол на своего младшего брата. Он осердился и не хотел войти. Он не почтил кровь завета, которую почтил его отец. Настоящим основанием для меня простить вас и для вас простить меня является то, что Бог Всемогущий простил вас и простил меня. Почему? Потому что он почтил кровь Иисуса. Вы это поняли? Когда вы пришли к Иисусу, он не сказал, вот что я вам скажу, не знаю, как насчет вас. Полагаю, мы можем спасти вас в один прекрасный день, но нам придется над вами поработать. Жалкое создание. Где вы были? Господи, помилуй. И он, наконец, приводит вас к отцу, и отец говорит, послушай, мне это не нравится. Тебе следовало очистить этого типа до того, как ты привел его в зал царя. Ты привел его сюда, в тронный зал Всемогущего Бога, а от него несет, как от свинарника. Да что с тобой такое? Нет, нет. Он так не сделал, не так ли? Почему он не прогнал нас вон? Потому что, послушайте, он почитал кровь Иисуса больше, чем ваш и мой грех. Он почитал кровь Иисуса. Он сказал, мне не важно, что этот человек сделал. Мне не важно, что он сказал или где он был. Кровь Иисуса, вот что я почитаю. Входи, входи сюда. Входи сюда и возьми свою часть. Садись со всеми нами. Аминь. Ну, я... Подождите минутку. Что касается меня, Бог Всемогущий почитает кровь Иисуса, а вы нет. Понимаете? Я прощаю вас. Потому что я почитаю эту же самую кровь. Я почитаю его кровь больше, чем то зло, которое вы мне причинили. И когда мы становимся именно такими, скажу вам, вас будет трудно одурачить, с вами шутки будут плохи, дьяволу будет трудно что-либо с вами сделать. И заметьте, что здесь произошло. Он насердился и не хотел войти. Отец же его, вышедзвал его. Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе. Служу тебе. А это не то. Это не то, чего хотел отец. Он не искал слугу. Все это время, хоть у него и было два сына. У него вообще не было сыновей. Один из них вдали от дома жил в загоне для свиней, а другой дома жил в загоне. Один в загоне для свиней, а второй там, в канаве. Работает, как обычный слуга, вместо того, чтобы быть там, в доме, и помогать своему папе управлять всем этим, брать власть, брать управление в свои руки и помогать своему папе в том, что касается слуг. Он работает там, на поле, как наемный рабочий. Вы меня слушаете? Что вы делаете там, на том поле? Что вы делаете там, копаясь в этой канаве, когда вы должны быть здесь, будучи облаченными в свою царскую одежду, благословляя Господа, отдавая десятину и давая, наслаждаясь вещами божьими и наслаждаясь миром небес, слава Богу. Если кто-то придет и спросит, «Да кто, как вы думаете, вы такой?» Вы отвечаете, «Я перестал думать о том, кто я такой. Я знаю, кто я такой, слава Богу. Я сонаследник с Иисусом. Вот кто я такой». Помните парня по имени Мимфивосфей? Давид состоял в Завете с отцом Мимфивосфея, Иоаннафаном. Иоаннафан был убит. И это желание давать стало настолько сильным Давиде. Оно стало в нем настолько сильным, что он, в конце концов, созвал весь свой двор и спросил, «Остался ли кто-нибудь из семьи Анафана? Кому бы я мог проявить благожелательность Завета?» Еврейское слово «хесед» просто съедало его. Желание дать этот Завет, и он не мог его исполнить. Он был в Завете для того, чтобы отдавать себя другому человеку, и он не мог этого сделать. Он не мог давать. Они сказали, «Да, есть этот паренек, который сломал ноги, когда упал. Мимфивосфей. Он живет там. Владевария». Давид сказал, «Привезите его!» Они поехали за ним и привезли его. Мимфивосфей знал только то, что ему отрубят голову. Ему говорили ложь о Давиде. Он вошел и пал на пол. Сделал в точности то же самое, что и тот младший сын, который вернулся домой. Он пал на пол и сказал, «Кто я такой? Я просто пес. Быть у ног царя. Я такой недостойный». Царь даже не обратил на это никакого внимания. Он даже не слышал этого. Он сказал, «Принесите ту одежду и оденьте ее на него и посадите его за мой стол». И затем он повернулся к слуге Саула и сказал, «Ты будешь обрабатывать его землю». И он сказал, «Мимфивосфей, я сохранил все имущество твоего деда. Я сохранил все имущество твоего отца. И у меня по-прежнему есть все их деньги. У меня по-прежнему есть вся их земля. И я просто ищу кого-то, кому я могу это дать. Я даю это тебе». И вдруг Мимфивосфей стал богатым человеком. Он был богатым все это время. Давид просто не мог его найти. Мимфивосфей был богатым и не знал этого, живя в Ладеваре. Это свинарник, да. Ладевар был свинарником. Ладевар находился там, в чужой земле. И он жил там, как собака. И все это время у него было место за столом царя. Но он этого не знал. И Давид сказал, «Посадите его за мой стол. Все доходы от обрабатывания его земли кладите на его банковский счет, поскольку ему не придется их тратить. Он будет жить за мой счет. Откладывайте для него все, что будете получать с его земли. Он будет сидеть за моим столом, он будет есть мою еду, он будет носить мою одежду». И разве вы не знаете, что нашелся кто-то, кто подошел к Мимфивосфею и сказал, «Да что ты о себе возомнил, ты маленький выскочка из Ладевара. Сидеть там, за царским столом и говорить, «Передайте мне это, передайте мне то». Ты должен был сидеть под этим столом, желая получить хоть крошки. Ну, я не имел к этому никакого отношения. Царь сам посадил меня в конце этого стола и поставил передо мной эту золотую тарелку. Я этого не понимаю. Почему он мне не дал никакой золотой тарелки? Почему у меня такой нет? Ваш папа не состоял в завете с тарем. И позвольте у вас спросить, «Что если бы…» Просто подумайте сейчас об этом. Это просто «Что если бы…» «Что если бы Мимфивосфей копался в старом сундуке и нашел в нем документ, который подписали Давид с Иоаннафаном?» «Так, что тут у нас?» «О, я поговорю с этим царем, и я получу то, что принадлежит мне». Он приходит, топая там. «Я хочу поговорить с царем». «Да что ты о себе возомнил, парень?» «Вот, посмотрите, что у меня есть». «Так, подождите здесь, я пойду поговорю с начальником». Давид выбегает туда и Мимфивосфей говорит, «Я требую то, что принадлежит мне в крови моего отца Иоаннафана». «По-вашему, это бы разозлило Давида?» «Нет, он бы ответил, «Боже мой, я искал тебя, где ты был?» Обнял бы его за шею и повел с собой. Не имеет никакого значения, что этот парень сказал. Этот парень не имеет к этому никакого отношения. Это был завет между Давидом и его отцом Иоаннафаном. У нас есть завет между всемогущим Богом и Иисусом, воскресшим Господом славы». Аллилуйя. И мы просто вошли в Него. Дело не в вас. Дело не во мне. Дело в Нем. Аллилуйя. Садитесь за стол, приготовленный перед вами, в виду или в присутствии врагов ваших, вместо того, чтобы пытаться есть крошки. Скажите, передайте мне, пожалуйста, исцеление. Передайте мне праведность. Я бы положил себе немного этого преуспевания из того большого кубка в конце стола. Передайте мне это преуспевание. Дайте мне его сюда. Пришлите сюда одного из ангелов. Мне нужен тот большой кубок, стоящий в конце стола. Разве вы не боитесь, что разозлите Бога? Он больше не злится. Его гнев сберегался. И он будет излит здесь вскоре, в период времени, называемый скорбью. Но нас с вами здесь не будет. Нас здесь не будет. Нет. Знаете, что он запланировал для нас на время скорби? Семилетний званый обед. Аллилуйя. Слава Богу. Потягивайтесь к столу. Аллилуйя. О, слава. И вам не нужно ждать до того времени. Вы можете ходить в этом сейчас. Вы можете обладать этим сейчас. Вы держите в своей руке копию этого завещания. Аллилуйя. И посмотрите на эту часть. Меня это веселит. Веселит. Я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А может, ему не нравятся твои друзья. Может, ты общался не с тем, кем надо. Я не знаю. Но понимаете, он не понял, что это была трапеза завета. Это не имело для него никакого смысла. Но заметьте следующее. А когда этот сын твой... Он даже не называет его своим братом. Сын твой, расточивший имение свое с будницами. О! Никто не говорил ничего о будницах. Никто, кроме него. Про младшего сына сказано, что он промотал все эти деньги, живя распутно. Он мог просто проиграть их все. И кроме того, тот парень был там, в той земле. Этот второй, здесь, в этой земле. А у него на уме блудницы. Он работает здесь, на поле, думая о девочках. Теперь мы знаем, какого рода вечеринку он хотел устроить. Единственная разница в том, что тот младший убежал из дома и сделал то, что сделал. А этот работает здесь, ковыряясь в канаве, как обычный раб, думая о блудницах. Я ни разу не приступил к твоему приказанию. Мне хотелось это делать, но я не сделал. Вы слышите его отношения? Конечно, тебе хочется. Но это тоже не расстроило отца. Он любил его так же, как он любил того другого сына. И посмотрите, что он сказал. Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил. пропадал и нашелся. Вот человек, у которого было много слуг, а ему хотелось иметь сыновей. Иисус пришел, чтобы вернуть многих сыновей обратно в славу. Обратно в славу. Обратно в славу. Обратно в славу. Обратно в славу небес. 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 Иисус стал агонцем Божьим, который взял на себя грех мира. Был заключен завет между Богом всемогущим и воскресшим бессмертным человеком. И ни один из них его не нарушит. И он сказал, «Всякий, кто хочет, может прийти ко мне, и я ни по какой причине не изгоню его вон». Вы можете сказать аминь? Хорошо. И давайте закончим это таким образом. Принимать значит почитать дающего, угождать ему. В Исаии 53, 10 говорится, «Это было угодно Господу». Это было угодно Господу принести Иисуса в жертву. В Луки 4, 18 Иисус сказал, «Ду Господи на мне! Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим. Он послал меня! Он послал меня! Он послал меня! Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем! Он послал меня освободить пленных! Он послал меня освободить слепых, подавленных, разбитых, и он послал меня проповедовать, «Лето Господне благоприятное! Я ваш юбилей!» Когда Иисус явился апостолу Павлу на дороге в Дамаск, Он сказал, «Я явился тебе с этой целью!» Он ничего не сказал о том, что «Я посылаю тебя сейчас к этим жалким язычникам! Иди к ним и задай им хорошую трепку, дай им по голове, очисти их и исправь!» «Если они не будут старательными, они пойдут в ад!» Я говорю тебе прямо сейчас, скажи им, что они идут в ад, скажи им, что они вообще мне не нравятся, и они с трудом попадут на небо! «Если они когда-либо получат более двух долларов за раз, я вырву им ноги и натравлю на них дьявола, если это то, что для этого потребуется!» Наведу на них немощь и болезнь, которая их чему-то научит! «В этом завете нет ничего подобного!» Иисус сказал в 8 главе Евангелия от Иоанна, «Я делаю только то, что угождает моему отцу!» Несколько недель назад я молился в Детройте, и в своем номере я пережил посещение Божье. Мой номер наполнился славой! «Длительное время я просто лежал там и просто наслаждался Его славой, прославляя и поклоняясь Ему! О, полнота Божья!» Ифесянам 3 глава, «Дабы вам исполниться всей полнотой Божьей!» Я просто лежал там, прославляя Господа. И Иисус сказал, «Кеннет, я пришел, потому что вы были во грехе, болезнях, бесах и страхе!» Я ответил, «О, да, Господь!» Он сказал, «Нет, не поэтому!» Я пришел, потому что мой отец так возлюбил мир, что послал меня! Я пришел, чтобы угодить Ему! Он будет доволен только тогда, когда вы будете полностью здоровы, сделаны целостными, и все ваши счета будут оплачены, и когда вы, во всем, имея всякое довольство, будете богаты на всякое доброе дело и обогащены Его благодатью!» Он сказал, «Он будет доволен только тогда, когда все это проклятие будет уничтожено и со всем этим будет покончено! И за несколько мгновений это изменило всю мою жизнь!» И он сказал, «Каннет, если ты начнешь принимать, потому что это угождает твоему отцу, а не просто потому, что тебе больно, это будет намного легче!» Потому что это доставляет твоему отцу огромное удовольствие освободить тебя, дать тебе его кровь, дать тебе его имя, дать тебе его Духа Святого, дать тебе язык, на котором ты можешь молиться, который тебе даже не придется учить! Отец, мы молимся! Мы молимся для того, чтобы быть послушными записанному Слову Божьему! Мы молимся за тех, кто находится у власти! И мы ходим в послушании тебе во имя Господа Иисуса Христа! Мы молимся о мире для церкви, чтобы мы могли делать во всех нациях то, что мы призваны делать, и приносить язычников, наследие Иисуса, в Его руки! Сделать эту работу и уйти отсюда! Хвала Господу! Мы не будем проводить наше время в беспокойстве. Мы не будем проводить наше время в печали. Мы не будем проводить наше время со всей этой неразберихой. Мы возлагаем заботу об этом на тебя, и мы провозглашаем твою совершенную волю для этой страны и всех других стран, которые сегодня представлены на этом собрании. Во имя Господа! Иисуса Христа из Назарета! Мы благодарим тебя за это! Сатана, мы связываем тебя! Убери свои руки от тела Христова в каждой нации этого мира! Мы не твои! Ты не наш Бог! И во имя Иисуса мы провозглашаем кровь Иисуса! Давайте просто сделаем это! Давайте поблагодарим Бога за кровь Иисуса! Благодарение Богу за кровь Иисуса! Благодарение Богу за кровь Иисуса! Благодарение Богу за кровь Иисуса! Мы провозглашаем кровь Иисуса для защиты от всякого злого духа, от всякого злого человека, от всякого зла, от всякого злого плана дьявола. Мы призываем кровь Иисуса. Мы связываем, и мы разрушаем власть дьявола. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Пожмите руку двум или трем людям и скажите «Я соглашаюсь». И затем вы можете садиться. Аллилуйя. Откройте сегодня свои Библии на послание к филиппийцам. Спасибо тебе, Иисус. Я хочу начать читать с первого стиха третьей главы. И мы разберемся сегодня с некоторыми вещами и расставим все по порядку на всю эту неделю. Чтобы вы могли принимать от Бога максимально эффективно. С максимальной верой. А не просто кое-как, спотыкаясь, дотянули до последнего служения. Понимаете? Нет, мы не хотим двигаться, спотыкаясь. Мы хотим двигаться на этой неделе в максимальном помазании. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! И принимать от Бога на том уровне, который соответствует крови Иисуса, имени Иисуса, жертве, которую Иисус принес за нас. Аллилуйя! Поэтому мы приведем сегодня в действие определенные вещи и откроем себя для того, чтобы принимать в соответствии со Словом Божьим. 1 стих 3 главы послания к филиппийцам. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Позвольте мне добавить здесь пару вещей. Фактически, пометьте себе и позже прочитайте это в расширенном переводе Библии. То, как оно написано. Требует здесь небольшого расширения. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же, снова, снова и снова, писать те же самые истины, писать вам те же самые уроки снова и снова. Для меня не тягостно. В расширенном переводе Библии использовано слово «надоедать». Мне не надоедает это делать. Я не против это делать. Мне нравится это делать. Для меня это не проблема. Вот что он им говорит. Я не против снова, снова и снова писать вам то же самое. А для вас назидательно. Или это вопрос безопасности. Итак, о чем вам это говорит? Это говорит о том, чтобы быть в безопасности в Божьих вещах, вам нужно снова, снова и снова читать то же самое. И это не должно вам надоедать. Хорошо. Второй стих. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания, потому что обрезания – мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся помазанным Иисусом и Его помазанием. И вот эта часть, в третьей и четвертой главах послания к филиппийцам, очень сильно ссылается на помазание. Я хочу, чтобы вы об этом помнили. Что такое помазание? Это снимающее бремя, уничтожающее ирмо сила Божья. Эту силу Иисус привел в полное действие, чтобы снимать бремена и уничтожать ермо в Своем земном служении. И затем Он пошел на крест, пролил кровь, умер, пострадал, воскрес из мертвых, для того, чтобы мы с вами могли иметь Его помазание в той же полноте. Слово Божье говорит, что мы имеем ум Христов. И вы должны понять, что это говорит о том, что нашему разуму доступно то же самое помазание, которое было доступно Его разуму. И это то, в чем мы не ходили. Вы это знаете. Мы немного с этим поиграли, но мы к этому приходим. И чем больше мы изучаем, и чем больше мы в этом ходим, это Божий план и желание, чтобы мы ходили в полноте возраста Христова. Послушайте, о чем это говорит. Полнота возраста – зрелое помазание. Давайте вернемся и посмотрим, о чем Он сейчас говорит. Я хочу, чтобы вы обращали большое внимание и думали об этом помазании каждый раз, когда мы встречаем Слово Христос, и говорим об этой снимающей бремена силе. которое доступно нам. Четвертый стих. Хотя я могу надеяться и на плоть. Давайте здесь кое-что отметим. Надеяться на преуспевание посредством моей плоти. Именно так преуспевает этот мир. Библия говорит, что нечестивые благоденствуют, преуспевают в этом мире. Другими словами, они будут использовать мирские пути. Они обучаются в этом мире. Они работают над мирскими идеями для того, чтобы получить больше денег. В этом, в действительности, вся суть. Если кто другой думает, надеется на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колено Вениаминова, евреет и вреев, по учению фарисеев, по ревности, гонитель церкви, по правде или праведности законной, непорочные. Все это было для меня преимуществом, но, что для меня было преимуществом, то ради помазанного и для того, чтобы быть помазанным, я почел четою. И позвольте мне связать здесь некоторые вещи, потому что я хочу, чтобы вы начали мыслить в этом направлении. Он перечислил все то, что, как Он надеялся, сделает Его преуспевающим в жизни и в движении в том направлении, в котором пошла Его жизнь. В это было вовлечено Его образование, поскольку Он получил образование, как фарисей. Поэтому в это было вовлечено Его образование, происхождение всей Его семьи. Он был из колена Вениаминова. Все то, на что Он надеялся. Сегодня, говоря современным языком, мы бы сказали, это все то, что, как Он рассчитывал, поможет Ему добиться успеха. Это были Его преимущества над другими людьми, чтобы вырваться вперед. Вы следите здесь за тем, что Он говорит. И Он сказал, «Я узнал, что помазание Иисуса сделает Меня преуспевающим. Но для того, чтобы ходить в этом помазании, я должен перестать надеяться на плоть. Просто перестать надеяться на свою плоть». Что Он делал? Он перемещал свое упование. Он надеялся на все эти вещи. А теперь Он должен был научиться надеяться и полагаться на это помазание. Он должен был научиться ходить в этом помазании. Вы теперь понимаете, почему Он это говорит? «Да и все почитает щитой ради превосходства познания». Превосходство познания. Если вы обратитесь к греческому оригиналу, то там говорится о точном знании или откровении. Знании, которое не приходит через плоть, но знании, которое приходит через дух. Напрямую в ваш дух. Напрямую в ваш дух. О понимании сферы духа. Поэтому Он говорит здесь об откровении. Откровении о помазанном Иисусе и Его помазании. «Господи моем, для Него я от всего отказался». И я хочу, чтобы вы правильно поняли это слово «отказался». То, как Он это написал. Он не говорит «Я начал путешествовать, проповедую для Иисуса и потерял все, что у меня было». Нет, мы сейчас проясним этот момент. Он говорит это не с таким отношением. Понимаете? Он не тот человек, который старается разжалобить всех, с кем он разговаривает, пытая заставить всех его жалеть. Нет, 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 нет. «И все почитаю за ссор». Яснее уже не скажешь. «И он сказал это так потому, что никто, никто не хочет носить с собой мусор. У нас есть способ избавляться от него настолько быстро, насколько это только возможно. Теперь вы понимаете, почему он использовал такой язык. Он использовал слово «сор». Не какой-то сленг. Он ясно дает понять. «Все то, что я вам перечислил, я избавился от этого настолько быстро, насколько только мог». Потому что это относится к разряду ссора. Полный мусор. «И я не ношу его с собой». «Все, что будет стоить вам какой-либо части помазания, для вас слишком дорого носить это с собой». Согласны? Хорошо. Давайте снова вернемся к этому восьмому стиху. «Ради превосходства познания, откровения об этом помазанном, Господи моем, для Него я сделал все, что для этого потребовалось». Вот что означает это слово «отказался». Я сделал все, что для этого потребовалось, чтобы избавиться от этого. «Мне это нравится, потому что я знаю, куда это ведет». Аминь. «Чтобы познать Его, чтобы иметь близкие, личные отношения с Ним и силу». Посмотрите, что он называет помазанием в этом стихе. «Силу воскресения». Посмотрите, он по-прежнему говорит о силе Божьей. Он говорит о помазании Божьем. «Чтобы близко познать Его», или «Чтобы я мог быть с Ним ближе, чем с кем-либо другим, кого я знаю». Понимаете? Вот это слово «познать» здесь является тем же самым словом, которое обозначает взаимоотношения между мужем и его женой. Понимаете? «Познать Его и это помазание». Он сказал, «Я хочу, чтобы мне открылось это помазание. Я хочу знать о нем что-то. Я хочу иметь откровение об этом помазании. Это сила воскресения». Задумайтесь над этим. Во 2 главе 1 Иоанна, в 20, а также в 23-27 стихах говорится, «Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает». Задумайтесь об этом. В тот момент, когда Иисус воскрес из мертвых, Его тело было тем же самым. В Его руках по-прежнему были эти отверстия от гвоздей. В Его боку по-прежнему был большой разрез, шрамы на спине, шрамы на лбу. То же самое тело. Но в Его венах больше не было крови. Они были наполнены славой Божьей. Задумайтесь об этом. И Иисус сел и ел со Своими учениками. Сел и ел с ними. И ел пищу. И Он сказал, «Осижите Меня, дух плоти и костей не имеет, какие видите у Меня». Он сказал, «Потрогайте». Аминь. Понимаете? Это прославленное тело. Прославленное, воскресшее тело. Воскресшее. Не просто воскрешенное из мертвых, а воскресшее. Понимаете? Лазарь был воскрешен из мертвых. Но ему предстояло снова умереть. Он не был воскресшим. Он был воскрешенным. Я делаю различия между этими словами, потому что я говорю о двух разных вещах. И Лазарь снова воскреснет. Когда воскреснут мертвые. Аминь. Да, как мы с вами. Когда будет восхищение церкви. «Сила воскресения». Но я хотел, чтобы вы увидели, что сила воскресения, сила, которая, как только Иисус позовет, как только могилы откроются, подумайте о том, какая нужна сила, чтобы взять ДНК тела которая умерла и пролежала в земле тысячи лет. Земля даже не знает, куда оно все делось. Ничто не знает, куда оно уже все делось. Но какая нужна сила, чтобы взять ДНК этого тела и мгновенно восстановить его и воссоединить его с вашим Духом. Мы говорим о грандиозной силе. Аминь. Эта сила в день воскресения. Если мы с вами все еще будем здесь, когда произойдет восхищение церкви, то во мгновение ока на это потребуется всего мгновение ока. мгновение. Такое короткое время. Всего лишь столько, чтобы полностью изменить ваше физическое тело, прославить его. И следующая мысль вашего Духа об Иисусе моментально приведет вас в Его присутствие. И послушайте, эта сила воскресения не приходит и не придет с небес. она в вас прямо сейчас. Помазание, сила Его воскресения, которую вы получили от Него, пребывает сейчас в вас. Одна вспышка этого, и это снимает бремена и уничтожает ермо. И сегодня мы заинтересованы в том, чтобы избавляться от ссора, выметать этот мусор, удалять всякую ерунду, всякую ерунду, стоящую на пути этой вспышки силы воскресения в ее полной мере. чтобы снимать бремена и уничтожать ермо. Есть вещи, которые висели на нас. Я говорю о людях веры. Я говорю о людях, которые каждый день исповедуют Слово Божье. Есть вещи, которые висели на нас, раздражали нас, заставляли нас ныть. И это раздражение и все остальное уже давно должно было уйти. И говорю вам, слава Богу, мы избавимся от этой ерунды на этой неделе во имя Иисуса. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы увидели. Давайте пойдем с ним дальше. «Чтобы...» Одиннадцатый стих. «Чтобы...» Нет, мы должны прочитать десятый стих. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие». И вот это же самое слово «участие» было здесь в первой главе. «За ваше участие в благовествовании» или «в Евангелии». Фактически. В данном случае это слово «участие» говорит о партнерстве. «Ваша часть, моей части, вы». Понимаете, он сказал, «Я каждый день благодарю Бога в моих молитвах за вашу часть моей проповеди Евангелия». «Ваше партнерство». Я делаю то же самое, что касается всех моих партнеров. Всех тех, кто как партнеры помогает нам с Глорией выполнять ту же самую работу. У меня есть часть. У вас есть часть. И вместе мы это сделаем. Понимаете, когда у вас есть партнеры, вы можете сделать больше, чем вы можете сделать сами по себе. И поэтому он сказал здесь, «Обратите на это внимание, чтобы познать его и силу воскресения его, и познать мою часть в страданиях его, сообразуясь смерти его». И годами это неправильно читалось. Неправильно использовалось, и этим злоупотребляли. Когда проповедовались всякого рода печальные проповеди об Иове и жали во плоти. Это просто не принимало свое внимание. И люди так никогда и не понимали, о чем говорил Павел. Люди написали об этом песне «Неверие». «О, не пожалей для меня ничего из того, что ты понес за меня на кресте». Когда я впервые это услышал, я подумал, что тот человек просто придумал это и спел это, чтобы меня разозлить. Я не знал, что кто-то действительно сочинил эту ерунду. И тот человек пел, плакал и выпиял там. «Не пожалей для меня ничего». «Не пожалей для меня ничего из того, что ты понес за меня на кресте, если это приблизит меня к тебе». Это богохульство. «Я знаю, что ты понес мой грех, но давай возложи его на меня». Вы не отвечаете требованием. Вы не спаситель. Вы не отвечаете требованием для того, чтобы нести на себе грех, болезни, немощи и бесов. Иисус сделал все это, чтобы вы не должны были это нести. Поэтому вам не следует это нести. С вашей стороны это богохульство даже пытаться это делать. Это не то, что он только что сказал. Павел сказал, «Чтобы я мог получить откровение об этом помазании этой силе воскресения, чтобы иметь близкие отношения с ним через откровение, чтобы я мог познать мою часть его страданий». Не мои страдания, а мою часть его страданий. наша часть его страданий это освобождение. Наша часть того, что он понес наш грех это праведность. Наша часть того, что он понес наши немощи и болезни это исцеление. Наша часть наказания мира нашего, наказания нашей сломанной жизни, возложенного на него, на Иисуса, в том, чтобы мы могли быть сделаны целостными. Все на месте, ничего не сломано. Понимаете, это моя часть. И есть страдания, которые требуются от верующего на этой земле. И это то же самое страдание, о котором говорит Слово Божье. Он претерпел или пострадал, быв искушаем. Вот страдание, которое претерпел Иисус. Не на кресте. Фактически, он претерпевал это всю свою общественную жизнь и служение. 30 лет. Но вот эти три года, находясь в служении, Библия говорит, он претерпел, быв искушаем, так же, как и мы, но без греха. Проще говоря, потому что нам нужно идти дальше, запишите так. Страдание верующего состоит в том, чтобы противостоять всему тому, что Иисус понес за нас на кресте. Противостоять всему тому, что Иисус понес за нас на кресте. Это наша работа. От нас требуется это делать. Аминь. Он понес наш грех, мы противостоим греху или искушению греха. Понимаете? Он понес наши немощи и болезни, поэтому мы противостоим немощам и болезням. Вместо того, чтобы быть искушаемыми, просто лечь и смириться с ними, мы противостоим болезням. Аминь. Отец, мы молимся. Мы молимся для того, чтобы быть послушными записанному Слову Божьему. Мы молимся за тех, кто находится у власти. И мы ходим в послушании Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Мы молимся о мире для Церкви, чтобы мы могли делать во всех нациях то, что мы призваны делать, и приносить язычников наследие Иисуса в Его руки. Сделать эту работу и уйти отсюда. Хвала Господу. Мы не будем проводить наше время в беспокойстве. Мы не будем проводить наше время в печали. Мы не будем проводить наше время со всей этой неразберихой. Мы возлагаем заботу об этом на Тебя. И мы провозглашаем Твою совершенную волю для этой страны и всех других стран, которые сегодня представлены на этом собрании. Во имя Господа Иисуса Христа из Назарета. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Сатана, мы связываем Тебя. Убери свои руки от тела Христова в каждой нации этого мира. «Мы не Твои, Ты не наш Бог». И во имя Иисуса мы провозглашаем кровь Иисуса. Давайте просто сделаем это. Давайте поблагодарим Бога за кровь Иисуса. Благодарение Богу за кровь Иисуса. Благодарение Богу за кровь Иисуса. Благодарение Богу за кровь Иисуса. Мы провозглашаем кровь Иисуса для защиты от всякого злого духа, от всякого злого От всякого зла, всякого злого плана дьявола мы призываем кровь Иисуса. Мы связываем и разрушаем власть дьявола. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Пожмите руку двум или трем людям и скажите «Я соглашаюсь». И затем вы можете садиться. Аллилуйя. Хорошо. Давайте снова вернемся туда, где мы были. К посланию к филиппийцам. И давайте посмотрим, о чем он говорит. Братья, я не почитаю. 13 стих. Я не почитаю себя. Я не почитаю себя достигшим. И обратите внимание на следующее. Переводчики здесь немного намудрили. Видите слова «а только». Зачеркните их. О, брат Копланд, скажете вы. Да, они вставили их сюда. У них было право вставить их сюда. А у вас есть право удалить их отсюда? Мы не удаляем то, что вставил сюда апостол Павел. Мы удаляем то, что вставил сюда кто-то другой. И сказал, что Павел сказал то, чего он не говорил. «А только». Зачеркните это. Слова «а только». И видите точку с запятой после слова «достигшим». Зачеркните их. В греческом тексте не было заглавных букв и не было знаков препинания. Кто-то должен был решить, что они хотели, чтобы вы услышали. Там этого нет. Итак, послушайте это. Братья, я не почитаю себя достигшим за исключением одного. Я узнал одно. И это одно является тем, на что я тратил свое время. Это то, что я научился делать. Это то, что я узнал через откровение. Это то, что я узнал в превосходстве познания помазания. Это то, что, как я узнал, является моей частью его распятия и его страданий. Это то, что, как я узнал, я должен делать, чтобы ходить в силе воскресения, забывая заднее и простираясь вперед. Забывая заднее и простираясь вперед. И здесь есть процесс того, как это делать. Духом Святым, помазанием Божьим, Иисус, я принимаю помазание откровения здесь, чтобы это стало настолько ясно. Это настолько просто, но эта часть настолько проста, что вы можете просто проскочить мимо нее и практически даже не осознать, что она была там. Знаете, почему Иисус пролил свою кровь? Это настолько просто, чтобы избавиться от вчера. Задумайтесь об этом. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло. Оно должно быть забыто. По вере вы можете сверхъестественно забывать. Понимаете, Бог это делает. Он больше не помнит вашего греха. И в вере вы подобны Ему. Есть помазание для того, чтобы это делать. В прошлом были те, кто ухватился за истину этого, и в действительности самая большая проблема с этим заключается в том, что они неправильно это назвали. Сбросили это в психологию и разрушили это. Это называлось исцелением воспоминаний. Ваши воспоминания не нужно исцелять, их нужно уничтожать. И через это они начали копаться в прошлом людей и откапывать прошлое вместо того, чтобы уничтожать его. И это очень-очень опасно. Христиане не должны этого делать. Потому что, позвольте мне сказать вам почему. Это тоже очень просто. Библия просто говорит, сатана – клеветник. И если люди клевещут, обвиняют вас постоянно, это может быть кто-то из членов семьи, или кто-то другой, или кто-то подает на вас в суд, или кто-то постоянно вас обвиняет, просто долбит вас. Ты – жалкий, ни к чем на человек. Вы знали, что дьявол подключится к этому, забросит в ваш разум эти мысли и оставит их там висеть. И даже когда этих людей не будет рядом с вами, они по-прежнему будут иметь на вас такое же влияние, даже если они уже где-то в другом месте. Они даже не рядом с вами. Та же самая долбежка будет снова, снова и снова звучать у вас в разуме. Вы начнете поступать так, как будто вы ни к чем на человек, как будто вы жалкий человек. Вы начнете поступать как неудачник, вы начнете говорить как неудачник. Дьявол подключится к этому. Он позаботится о том, чтобы этот самоосуждающий разговор звучал в вашем разуме снова и снова, изо дня в день. Люди подают на вас за что-то в суд. Или вы прошли через какое-то судебное разбирательство, или у вас есть сосед, который не хочет уходить. Кто-то просто постоянно говорит вам что-то плохое, или, возможно, в вас посеяли семя, когда вы были еще ребенком, и у вас не хватало здравого смысла перестать верить в это о себе. Оно все еще там. О, брат Копланд, со мной жестоко обращались. Когда? 48 лет назад. О, ну же. Я знаю, что вам больно. Я поднимаю этот вопрос не потому, что не верю, что это правда, я не верю, что вы просто говорите что-то, что на самом деле не так. Я верю, что вам действительно больно. Но я также верю, слава Богу, что вам пора избавиться от этого. И для того, чтобы разобраться с этим, нам придется говорить друг с другом очень прямо. Ваша бабушка приходит и говорит, «О, дорогой, это нормально». Нет, это не нормально. Вы лежите в гостиной на диване и кричите, и вы пьете целый день на протяжении шести недель. Это не нормально. Кровь Иисуса была пролита. Поэтому не лежите, не вопите. Это не нормально. Со мной приходилось говорить таким образом. Из Слова Божьего. Мне приходилось говорить самим собой таким образом, чтобы не быть разрушенным ложью дьявола. И этот Дух приходит и подхватывает то, что кто-то другой про вас сказал. Какой-то фанатик скажет вам что-то, и вдруг это уже большая расовая проблема. Позвольте мне вам кое-что сказать. Вы верите тому, что сказал тот глупец? Тогда вы еще больше глупец, чем он. Вы позволите какому-то нерожденному свыше, какому-то необрезанному филистимлянину, говорить вам, во что вам верить, говорить вам, кто вы, говорить вам, что у вас должно быть, и вы будете ходить и кричать, и вопиять об этом. Я хочу вам кое-что сказать. Время криков и воплей закончилось. Иисус пролил свою кровь и умер. Поэтому удалите это из своей жизни. Я скажу вам прямо сейчас, что бы вам не нужно было сделать, сколько бы вам не нужно было найти в себе стойкости и стиснуть зубы, чтобы стоять здесь на своем, нравится это вашим чувствам или нет, вам придется это делать, потому что за вас была пролита кровь. Слово Божье говорит, что сатана знает, что его время коротко. Он пересекает черту. Он пересекает черту. Он борется за свое собственное существование. Вам будет куда лучше любить, куда лучше свидетельствовать, и куда лучше верить, и куда лучше стоять, когда вы перестанете верить этой ерунде. И я беру разрешение делать то же самое, что делал апостол Павел. Зачем вам хочется верить этому мусору, этому ссору? Зачем вам хочется носить это с собой? Я не вижу в этом никакого здравого смысла. Кто-то установил свой трейлер на свой грузовик. Вы спросите, что это такое? Ну, это мой сарай-туалет. Я вожу его с собой, куда бы я ни ехал. Я просто не хочу ничего из этого потерять. Вы скажете, да, как мало тебе нужно для счастья. Не так ли, Джек? Зачем вы носите с собой что-то, что кто-то сказал про вас 25 лет назад, или 25 минут назад? Какая разница? Реально то, что сказал про вас Бог всемогущий, и Он посчитал вас праведными. Он посчитал вас своими. Своими. Аллилуйя. Аминь. Но должны быть сделаны некоторые вещи для того, чтобы ходить в этом. Давайте перейдем к 4 главе. Нет, 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 нет. Я должен прочитать 14 стих. Стремлюсь. О, значит, в это будет вовлечено какое-то стремление. Понимаете? К моей старшей дочери, Терри, пришло от Господа откровение. И она научила меня этому. Скажу вам, с тех пор это всплывало в моей жизни снова, снова и снова. И Бог много раз избавлял меня благодаря этому. И прямо сейчас я могу слышать ее голос. и это еще одно, что вам нужно научиться делать. Позволить голосу тех, кто служил вам Словом Божьим, оставаться живым внутри вас. Бывают времена, когда я слышу голос Орла Робертса и то откровение, которое я слышал в его служении. Я слышу голос Кеннета Хейгена. Я могу слышать голос Джерри Савейла. Джесси Дю Плентиса. Я слышу голос Глории и то, чему она учила меня эти годы. Развивайте это и целенаправленно прислушивайтесь к этому. Вернитесь к этим кассетам и записям с проповедями. Проводите в этом свое время. Не проводите свое время, слушая голос глупца. Я вам гарантирую, когда вы начнете слышать голос этого фанатика, или голос кого-то, кто сделал то или сделал это, или причинил вам боль. Это будет производить как раз противоположное тому, что вы хотите, чтобы происходило в вашей жизни. И дьявол подключится к этому и заставит вас продолжать слышать это у себя в голове даже тогда, когда эти люди будут далеко от вас. Возможно, уже даже умерли и пошли ли бы на небо, ли бы в ад. Но вы по-прежнему слышите это. И дьявол будет оставаться там и просто продолжает им поминать вам. Уходя сегодня утром из дома, не забудь свой сарай-туалет. Возьми с собой свою уборную. Ты никак не сможешь без нее обойтись. Возьми с собой эту старую грязную рубашку. Носи с собой эту старую грязную рубашку весь день. Не важно, что от нее так плохо пахнет, что тебя за три метра будут обходить. Давай, тебе определенно нужно носить ее с собой. Знаешь, просто обвяжись ее так, что ты весь день будешь помнить эту грязь. Вы скажите, но это глупо. Я знаю. Итак, стремлюсь и вот что сказала мне Терри. Она сказала, папа, мы должны отделять давление от проблемы. Иисус уже решил все проблемы. Иисус решил проблему. Позвольте мне показать вам это на примере. Возьмем смерть близкого вам человека. Вам не нужно уничтожать в своей жизни память об этом близком человеке. Но вам нужно избавиться от этой скорби. вы следите за ходом моей мысли. Одно является давлением, а другое проблемой. Понимаете? Иисус взял на себя наши скорби и понес наши печали. Именно поэтому вам нужна церковь, которая будет стоять вместе с вами, ходить с вами и жить с вами. Хочу сказать вам, когда происходят какие-то ужасные вещи. Вам нужна церковь, которая будет стоять с вами. Слава Богу, 24 часа в сутки и накачивать вас словом Божьим. Нравится вам это в тот момент или нет? Вытащите себя, плачущих оттуда, потому что речь идет о вашей жизни. Вам не нужно, чтобы это сеялось внутри вас. О, брат Копланд, вы просто не понимаете. Не говорите мне, чего я не понимаю. Я прекрасно знаю, о чем говорю. Я через это проходил. Итак, есть давление и есть проблема. Иисус решил проблему. И сатана приносит картину этой проблемы и слова в отношении ее и сеет их ваше сознание, чтобы вы пребывали в них. и затем он может применить давление. Именно это он и делает. Он приносит давление. Он приносит давление, принося воспоминания, принося пересказ проблем и слова и все эти, что я буду делать, как я из этого выберусь, как я смогу получить на это ответ. Во-первых, все, что вы там сказали, было упованием на самих себя. И Терри сказала, папа, мы должны отделять давление от проблемы. И именно это, как Павел сказал, он и делал. Он сказал, я научился делать одно, это забывать то, что в прошлом. я научился тому, как это делать. Но затем он сказал, я стремлюсь к цели, я оказываю давление. Сатана оказывает свое давление. Теперь мне пора оказывать давление. Пора вам стремиться, пора вам противостоять. И вашему давлению нельзя противостать, потому что это сила живого Бога. И Слово Божие говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Вы меня сейчас слышите, но нам нужно научиться тому, как не подпадать под это давление, дьявольское давление, не попадать в это стадо. Я отказываюсь быть в стаде дьявола. Он не мой пастырь. Я не собираюсь позволять ему водить меня и заталкивать меня туда, где я не должен быть. я не позволю ему. Аминь. Теперь давайте перейдем к четвертой главе. Я на этом закончу. Он начинает рассказывать, как это делать. Радуйтесь всегда в Господе. Четвертый стих. И еще говорю. Помните, он сказал, мне не надоедает говорить вам что-то снова и снова. И еще говорю. Радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человеком. Господь близко. Что он говорит? Кротость ваша да будет известна всем человеком. Ваша кротость или умеренность будет известна всем человеком. Это значит, мне не нужно ничего из того, что у вас есть, чтобы стать счастливым. Я благословлен. Я хожу в благословении Божьем. И я счастлив. Не имеет никакого значения, на чем я езжу, на чем я летаю, в чем я живу. Мне это совершенно безразлично. Что касается моего мира, радости и счастья, то я абсолютно доволен в Господе. Именно поэтому Он дает мне все это. Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Именно поэтому я езжу на такой хорошей машине. Так хорошо одет, так хорошо живу, так хорошо летаю и так далее. Потому что мне ничего из этого не нужно, чтобы стать счастливым. Я просто радуюсь и хожу в вещах Божьих. И я знаю, и так же знаю следующее. Что касается всего этого, я не нахожусь под сильным давлением, потому что вся, вся моя жизнь устроена в нем, в Господе. Ну, брат Копланд, если бы только, я знаю, если бы только я мог получить это, если бы я только мог получить то, это действительно помогло бы моему отношению сделать меня успешным. Нет, 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 это материализм. Материализм это попытка если вы впадаете в материализм или если вы в нем сейчас, если вы хорошенько себя проверите, вы увидите, что вы будете использовать людей, чтобы получить какие-то вещи, а вам нужно использовать материальные вещи, чтобы любить людей. Это совершенно другой мотив. Радуйтесь всегда в Господе. Кротость ваша да будет известна всем человеком. Господь близко. не заботьтесь или не беспокойтесь и не раздражайтесь. Ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир, целостность, все на месте, ничего не сломано. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в помазании Иисуса. И «Наконец, братья, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». встаньте. Скажите громко «Во имя Иисуса, я беру власть над своей мыслительной жизнью и вере и верой я высвобождаю сверхъестественную силу Духа Святого, чтобы забывать». И он сказал «Не заботьтесь ни о чем». Первое послание Петра 5-7 говорит «Все заботы ваши возложите на него». Какая мысль заставляла вас заботиться? Что кто-то про вас говорил? Книга Исаия 54-17 называет это оружием и говорит «Ни одно оружие сделанное против тебя не будет успешно и всякий послушайте внимательно всякий язык который будет состязаться с тобой на суде это этот язык внутри вас это то что вы продолжаете слышать снова снова и снова это то что они сказали это то что они сделали это то что они делают это то что сказала так грубко это то что сказал дьявол это то что сказал суд это то что сказал вам ваш начальник это то что снова и снова и снова всякий язык который будет состязаться с тобой на суде ты обвинишь это есть наследие рабов господа оправдание их от меня говорит господь и я служу вам божьей благодатью божьей благодатью во имя Иисуса я беру власть над всяким осуждающим языком над всяким духом который прикрепил себя к кому-либо в этом зале осуждая проклиная и обвиняя во имя Иисуса я беру власть над каждой каждой ситуацией над всяким судебным разбирательством каждой финансовой ситуации каждой долговой ситуации над каждой угрозой которую вы получали от тех с кем вы связаны финансово будь то ваш начальник или люди которым вы должны вы должны деньги будь то банк и во имя Господа Иисуса Христа из Назарета я провозглашаю вас свободными теперь вы скажите это своими устами я запрещаю всякой мысли я пленяю ее научитесь тому как говорить это нет дьявол я отказываюсь от этой мысли я пленяю ее я изгоняю ее отец мы благодарим тебя сегодня за твое слово мы прославляем и благословляем тебя во имя Господа Иисуса Господь мы верой принимаем помазание Божье мы принимаем помазание точно говорить это слово так как ты дал его мне чтобы люди точно его слышали и мы вместе открываем свое сердце и разум чтобы слышать откровение с небес слова которые приносят на землю небеса и мы благодарим тебя и мы скоро на то чтобы воздать всю хвалу честь и славу удивительному бесподобному сильному имени Иисуса и мы благодарим тебя за это от всего нашего сердца во имя Иисуса Аминь Аллилуйя откройте сегодня вместе со мной свои Библии и мы говорим о том чтобы называть несуществующее как существующее мы не называем существующее таким какое оно есть если вы так делаете тогда это нечему изменить Аминь вы просто продолжаете поддерживать все в том состоянии в котором оно есть Иисус сказал следующее добрый человек из доброго сокровища или доброго вклада своего сердца послушайте сейчас что он сказал выносит доброе или осуществляется доброе очевидно он говорит о том чтобы говорить что-то что еще не произошло но заметьте у этого также есть и темная сторона понимаете у сатаны нет ничего нового все что он может сделать это взять слово Божье и перекрутить его у него нет силы заставить что-то плохое произойти в вашей жизни он должен заставить вас привести это в свою жизнь своими словами Иисус лишил его его силы и власти Иисус сказал злой человек из злого сокровища или злого вклада своего сердца выносит злое или осуществляет злое и в этом месте писания не поймите неправильно то что он говорит говоря о злом человеке он не говорит только лишь об убийцах и им подобных конечно же и о них в том числе потому что это зло но он говорит о том что послание к евреям называет сердцем лукавым и неверным или злым сердцем неверия он говорит о том как верующие позволяют проблемам и каким-то перекрученным вещам происходить в их жизни потому что то что вы вложили в свое сердце выходит из ваших уст и страх работает точно так же как вера страх первоначально был верой страх который мы знаем в этом мире первоначально был верой Адама помните когда в Эдемском саду Бог позвал Адама Библия говорит что Адам убоялся и помните вера приходит от слышания от слышания от слова Божьего вера приходит страх убегает когда это перекрученная вера впервые услышала голос Бога она отреагировала но она устремилась в другую сторону вместо того чтобы бежать к Богу она убежала от Бога поэтому страх это духовная сила она противоположна силе веры противоположная сила это сила такого же вида но действующая противоположным образом например если вы идете на север вы находитесь на прямой север юг вы постоянно находитесь на этой прямой вы идете на север вы находитесь на прямой север юг просто выдвижетесь к ее северному концу все что вам нужно сделать это развернуться и теперь вы будете идти на юг но и север и юг являются направлениями компаса и лежат на одной и той же прямой вы понимаете о чем я здесь говорю итак страх является противоположностью вера они работают одинаково страх это вера в чью-то способность причинить вам вред страх боязнь болезни это вера в болезнь и ее способность боязнь нищеты это вера в нищету ее способность страх сомнения когда вы теряетесь в догадках все это перекрученные послушайте сейчас поймите это все это перекрученные законы божьи извращенные перекрученные нечестивые библия говорит доставит нечестивые помыслы свои он движется не в том направлении например Иисус сказал в Евангелии от Марка 11.23 если кто скажет Горесии поднимись верность в море и не усомнится в сердце своем но поверишь что сбудется по словам его будет ему что не скажет что не скажет что не скажет и так помните из доброго сокровища сердца доброго человека осуществляется доброе из злого сокровища сердца злого человека осуществляется злое ибо от избытка сердца говорят уста проанализируйте это и вы поймете почему это так чуждо для наших ушей и для ушей этого мира пока мы не становимся ориентированными и не обновляем свой разум в отношении слова Божьего почему это так чуждо для нас называть несуществующее как существующее в позитивном плане в негативном плане мы постоянно это делаем потому что именно так дьявол научил этот мир и именно в этом мы с вами и выросли о да мы делаем это постоянно постоянно мы говорим вещам знаете Иисус сказал если кто скажет горе сей поднимись и кто-то может сказать ну вы не увидите меня разговаривающим с какими-то вещами Библия говорит что Иисус сказал ветру и морю умолкни перестань и сказал ветру умолкни и сказал морю перестань и Иисус сказал говорите горе он проговорил к ветру проговорил к морю осуществляется то что выходит из ваших уст понимаете это вот мы идем по дороге я нет вы не увидите меня разговаривающим с какой-либо горой и кто-то стоит там и говорит своей машине машина ты замечательная машина ты просто классная машина вот что я тебе скажу ты всегда хорошо работаешь с тобой никогда не бывает чего-то не так на твоих крыльях едут ангелы божьи хвала господу и кто-то проходя мимо может сказать он разговаривает со своей машиной он ходит в эту церковь веры они там все чокнутые они все могут прийти на парковку и разговаривать со своими машинами да где по-вашему я взял эту машину глупец но он этого не знает понимаете и вот на следующий день тот человек подходит к своей машине ты куча хлама я не знаю вообще почему-то у меня оказалось каждый раз когда я на тебя смотрю у тебя что-то ломается если я когда-нибудь смогу за тебя рассчитаться я от тебя избавлюсь могу тебе это сказать но для него это звучит совершенно нормально а вот когда я любезно разговариваю со своей машиной вот этого он просто не понимает предлагаю вам в течение нескольких следующих дней держа это у себя в голове просто быть как муха на стене и прислушаться к людям вокруг вас куда бы вы ни шли просто прислушайтесь к ним они все совсем разговаривают да они разговаривают послушайте вы даже не представляете что люди говорят своим компьютером почему оно так потому что вы являетесь говорящим духом бог так вас сотворил и это единственный способ как сатана может заставить это работать на него а не против него потому что евангелие от марка 11 23 истина вы действительно имеете то что говорите если вы собираетесь изменить то что вы будете иметь завтра вам придется изменить то семя которое вы сеете сегодня потому что то что вы имеете сегодня является урожаем того что вы говорили вчера это никак не обойти вы можете спорить со мной сколько хотите но я вам кое что скажу вы спорите не со мной вы спорите с Иисусом вам придется взять Библию открыть ее на словах Иисуса и спорить с Ним вы не сможете выиграть поэтому сейчас к этому как-то раз я наблюдал за человеком который ремонтировал мой мотоцикл и когда мой мотоцикл или мою машину ремонтируют люди которых я не знаю мне не нравится отходить слишком далеко потому что я связываю то что они говорят и он лежал под моей машиной точнее под моим мотоциклом и он ползал там под ним и уронил гайку он скрутил ее он начал смотреть вокруг и сказал где ты никчемный дьявол я сказал нет нет она никчемная и она не дьявол он не знает он даже не знает что он сказал позвольте мне сказать вам в чем здесь суть и затем мы пойдем дальше и обратимся сегодня к слову божьему но вы не не может сделать с помощью естественного человека плоти своего разума вы должны это делать с помощью слова божьего и вы не можете сделать это с помощю своего разума потому что как только ваш внутренний человек подцепил определенные фразы ваш разум их уже больше не слышит они просто вырываются из ваших уст, особенно, когда вы испытываете на себе давление или впадаете в страх. И вы будете проклинать что-то, чего бы вы ни делали, когда все идет, так сказать, нормально. Но как только вы начинаете испытывать на себе небольшое давление, из ваших уст вырывается такое, чего вы клялись никогда не говорить. И вы постоянно говорите то, чего вы не слышите, и используете слова смерти и страха, чтобы выразить себя. Ни одно чадо Божье не должно использовать смерть, врага Бога, небес и человечества, и страх. Нам не был дан дух страха, потому что вам не нужен страх, чтобы выражать себя. Вы должны стать такими строгими собой. Вы действительно должны стать очень придирчивыми к себе. Вы придираетесь ко всем остальным, но вы судите себя на основании своих благих намерений. Вы должны стать честными перед Богом и честными самими собой, поскольку иначе вы так и будете продолжать попадать в эту ловушку. А если вы будете продолжать в нее попадать, это будет продолжать разрушать. Это будет продолжать предоставлять дьяволу возможности в вашей жизни, которых так у него нет. Это не его прерогатива. Он не может просто так обрушиться на вас. Как Бог ничего не может для вас сделать без веры? Точно так же дьявол ничего не может вам сделать без страха. У него нет на это права. Нет. Слава Богу. Хорошо. Итак, идем дальше. Аминь. Да, Господь. Спасибо тебе. И что вам придется перестать делать, это перестать, когда вы ошибаетесь, называть себя тупыми, глупыми. Говорить, что похоже, вы никогда не изменитесь, особенно если вы гневаетесь. Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. Держите свои уста на замке, потому что гнев движет вашими словами. Именно поэтому гневные слова ранят людей, причиняют им боль, потому что это идет дальше интеллекта и попадает во внутреннего человека. Оно попадает туда, и удалить это оттуда может только Слово Божье. Вы меня слушаете? Слова обладают силой. Запишите это утверждение. Наполненные верой слова, господствуют над законами греха и смерти. Послание к Римлянам 8.2 «Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Аллилуйя. Прочитайте мне это. Наполненные верой слова господствуют над законами греха и смерти. Но у этого есть и обратная сторона. Наполненные страхом слова остановят закон Духа Жизни во Христе Иисусе в вашей жизни. Не от того, что их будет говорить вам кто-то другой, а от того, что вы наполняете ими свои уста. Так что ваш внутренний человек, ваша душа, ваш дух становится заряженными страхом. И знаете, я был бы нерадив, если бы не добавил к этому еще и это. Послушайте меня очень-очень внимательно. И не бросайте мне просто в ответ. Ну, вы просто не понимаете. Потому что я понимаю. Если у вас в жизни есть какая-либо фобия, если вы боитесь летать, если вы боитесь мостов, если вы боитесь лифтов, если вы боитесь насекомых, что бы это ни было, если у вас в жизни есть какая-либо фобия, прямо сейчас сделайте это своей обязанностью. Победите ее словом живого Бога. Потому что Библия говорит, Бог ненавидит страх. Потому что в страхе есть мучение. И достигшее совершенства, любовь изгоняет страх. И 1 Иоанна 2,5. Кто соблюдает Слово Его, в том истинно, любовь Божья совершилась или достигла совершенства. Поэтому избавьтесь от этого страха. Ну, я попытаюсь. Что из того, что я сказал, вы так и не поняли? Когда вы сказали, я попытаюсь, это означало, я не буду этого делать. Вы просто сидели там и лгали. Баловали этот страх. Я говорю вам. Я говорю вам, как служители Евангелия. Я говорю вам, как пророк Божий. Я говорю вам, под помазанием Духа Святого. Сделайте это высшим приоритетом и избавьтесь от этой фобии. Удалите этот страх из своей жизни. Он пришел не от Бога. И скажу вам, у Него ищупальца. И Он запускает их туда, куда вы даже и не знаете. Ваша жизнь будет движима им. И не говорите мне или Богу, что вы не можете это сделать. Вы все можете в укрепляющем вас Христе. Аминь. Поэтому сделайте это. В моей жизни были определенные вещи. Говорю вам. Я приехал в гостиницу Хайетт Реджинси, в первую из них, которая была построена в Атланте. Они как бы вывернули ее наизнанку. Лифт выходил наружу, двигаясь вверх и вниз. Я видел такое впервые. Мы зашли в гостиницу, и со мной был этот человек. Мы зашли в этот лифт, и лифт начал подниматься. Я посмотрел наружу, и первое, что я сделал, я отпрянул от этой стеклянной стены лифта. И мои пальцы на ногах немного поджались. И люди скажут, ну я не понимаю, как с пилотом может такое быть? В самолете у вас нет никакого ощущения высоты, если только вы не находитесь на крыле или где-то еще. И я сказал, нет, не смей. Я вплотную подошел к этому стеклу и скажу вам, у меня все внутри начало сжиматься. Я сказал, нет, ты не будешь со мной этого делать? Во имя Иисуса. Я стал к этому стеклу так близко, как только мог. Я сказал, нажмите кнопку. Я стоял там в лифте и сказал, я запрещаю тебе страх, достигший совершенства любовь, изгоняет страх. Тот, кто ходит и живет в Боге, наполнен Богом, и Бог есть любовь. У меня есть дух живого Бога. Аллилуйя. Это укрепление и утверждение внутри, чтобы я мог постигнуть, что широта, долгота, глубина и высота, и познать любовь помазанного. Я стоял там, делая это. Я говорил, нажмите еще раз на кнопку. Нажмите еще раз. Нажмите еще раз. Я ездил на том лифте вверх и вниз, вверх и вниз. Я ездил на нем до тех пор, пока не начал наслаждаться этим. Вы спросите, а что, если бы это не сработало? Я бы до сих пор там был. Я намерен стоять вечно. Вы встаете на Слово Божье. Слава Богу. И вы провозглашаете это навечно. Когда вы принимаете решение, что будете там вечно, вы не будете там так долго. А вот когда вы играете с этим, ну, я просто боюсь летать. Почему? Ну, а что, если придется время этому пилоту умереть, а я там вместе с ним в небе? Измените для него его время. Нет, я не шучу. Писание говорит, смерть и жизнь во власти языка. Во власти языка. Если я должен лететь на самолете, пилотировать, который будет кто-то другой, я завладеваю в духе этим самолетом. Я беру власть над ним, когда захожу в него. Этот самолет не разобьется, когда на его борту нахожусь я. Нет. Слава Богу. Ни в коем случае. Я не допущу этого. Не допущу. Аллилуйя. Говорю вам, это серьезный вопрос. И не надо все эти «хочет Бог этого» или «не хочет». Вы становитесь смелыми здесь. И так и должно быть. Вы должны становиться смелыми здесь. Вы здесь для того, чтобы тренироваться. Но когда вы выходите на улицу, когда вы попадаете в тот терминал, не становитесь какими-то безликими и немощными. Аминь. Заходите в самолет и говорите. Аллилуйя. Слава Богу. Я беру власть над этим самолетом во имя Иисуса. Я провозглашаю над ним кровь Иисуса от носовой части до хвостовой части. Слава Богу. Аллилуйя. Служебные духи, ангелы, собирайтесь сюда. Да, аминь. Да, мы летим домой. Не полпути. Аминь. Аминь. Слава Богу. Если вы всегда будете делать прямо противоположное тому, что вы, в кавычках, должны делать в том, что касается дьявола, вы будете выигрывать. Никогда не будьте предсказуемыми. Всегда делая то, что вы должны делать. Но вы не должны. Извините. Я служу Богу. Всегда. Что касается дьявола, всегда будьте совершенно непредсказуемыми. Аминь. Ну, знаете, вы должны делать это, вы должны делать то, при первом же признаке боли, вы должны бежать звонить врачу. Нет, нет, схватите свою Библию и посмотрите, что он делает. Он устроит для вас свою презентацию. Может, поверите, что у вас аппендицит? Нет, не думаю, что это аппендицит. Как насчет рака? В это поверите? О, Господь. Должно быть, я чем-то заболеваю. Все, вы попались. Если только вы не возьмете Слово Божье и не сделаете что-то по этому поводу, никогда не делайте то, что, как считается, вы должны делать. О, Господь, так хорошо быть свободным от боли. Слава Богу. О, я люблю кровь Иисуса и то, как она меня исцеляет. И дьявол стоит там озадаченный. Должно быть, он этого не почувствовал. Он может знать только то, что вырывается из ваших уст. Он не может проникнуть в ваш разум. Он не может проникнуть в ваш дух. Он там не живет. Вы ему не принадлежите, поэтому не играйте с ним в его игры. Естественная реакция для этого мира... О, Боже мой, сейчас такое время года. Не делайте это. Должно быть, я снова этим заболеваю. О, Боже мой. Вы еще до вечера этим заболеете. Не реагируйте, не отвечайте таким образом. Слава Богу. Аллилуйя. Одно из этих чиханий Святого Духа. Аллилуйя. Да, аминь. Аминь. Я никогда не заболеваю. Я всегда наверху, а не внизу. Аллилуйя. Я голова, а не хвост. Вы придете к тому, что какой бы удар вам не наносился, из ваших уст просто начинает литься Слово Божье. Аминь. Да. Отец, мы соглашаемся в молитве. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за всех детей там, в этом мире. За всех детей. Слава Богу. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Мы прославляем Тебя. Сатана, мы связываем Тебя. Всякий Дух, который пытается удерживать этих детей от Царства Божьего, и не дает им прозреть, мы связываем Тебя и не спровергаем. Прекрати им препятствовать. Служебные Духи Божьи. Ангелы. Двигайтесь среди них и начинайте служить им. Аллилуйя. Чтобы глаза их понимания были просвещены. Хвала имени Господа. Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за это. Скажу вам, я так радуюсь об этих детях. Я так радуюсь. Аллилуйя. Аминь. Вы можете садиться. Слава Богу. Вы принесли с собой сегодня Библию. Я хочу, чтобы вы первым делом открыли ее на книге чисел. Давайте прочитаем 15 главу книги чисел. Это будет открывающие глаза. Слово от Господа. Сегодня, в отношении некоторых вещей, которые обкрадывали и обворовывали тело Христова многие годы. Нам и не сосчитать сколько. И продолжают обкрадывать его и сегодня. Но мы обратимся к Писанию и посмотрим, что говорит об этом Слово Божье. А не наши старые представления и другие вещи, которые мы считали истинными. Так никогда и не проверяя их в Писании. Сегодня мы узнаем, что говорит об этом Слово Божье. 15 глава чисел, 30 стих. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает, что дерзкую рукою, у меня в сноске написано, «высокомерно, своевольно, то он хулит Господа». И высокомерие, дерзость. Это значит знать, что Бог и Его Слово говорят о чем-то, но у вас есть идея получше. Это значит проявлять дерзость, высокомерие с Господом. Или говорить, «Ну, я знаю, что Слово Божье так говорит, но вы не понимаете мою ситуацию». Еще одно, что подпадает под это же, это этика ситуации. Ситуативная этика. То есть, когда вы в основном честные. Нет такого понятия, как «в основном честный». Тот, кто в основном честный, лжет только тогда, когда он должен. Знать, что Бог о чем-то сказал, или узнать, что Бог о чем-то сказал, но отказываться ставить Слово Божье на первое место, значит поступать дерзко, высокомерно. И Библия говорит, что для Господа это хула. Давайте теперь обратимся к первой книге царств. 17 главе. Первая царств. 17 глава. Эта ситуация, сложившаяся между Давидом и Голиафом. И неприемлемо. Вопию. Сколько в действительности христиан никогда не читали эту историю. И они все думают, что знают ее. В разуме многих из них есть только ее голливудская версия. Я не могу понять тех, кто снимает фильм на библейскую историю и не придерживается при этом оригинального текста. Мне это непонятно. Порочить, хулить, бесчестить Господа. Вот о чем мы будем говорить сегодня. Бытовали разного рода представления. То и это. Особенно, когда дело касается финансов. Ну, надеюсь, моя новая машина не порочит Господа. Я слышал, как люди так говорили. Ну, знаете, брат Копланд, я не покупаю такую машину, потому что это может опорочить работу Божью. Итак, верно это или неверно? Я имею в виду, вы не можете руководствоваться тем, что думают другие люди. Или даже тем, что думаете вы. Мы должны обращаться к Слову Божьему, потому что если мы не обращаемся к Слову Божьему, тогда мы уже хулим, порочим Господа. Вы можете это видеть? Именно поэтому я и хотел сначала прочитать это в книге чисел. Несмотря на то, что вы можете думать, что ездить на Шевроле 49-го года это значит быть смиренным пред Господом, в действительности, неважно, что вы думаете, и в своем сердце вы можете быть правы. В отношении этого никто не хочет порочить Бога. И кто-то сказал вам, что вы должны ездить на этой старой добитой машине, потому что вы хотите быть смиренными и делать то, что является правильным. И даже если именно так вы и думаете, и ваше сердце право в отношении этого, вы все равно порочите хулить и Бога, поскольку это не то, что Бог сказал. Поэтому нам нужно узнать, что Слово Божье называет хулой, бесчестием, и бесчестием кого, кем, от кого и так далее, и затем ходить согласно этому и никогда-никогда не пересекать черту в том, что касается этих вещей. Аллилуйя. Ходите в Слове Божьем. И что говорит об этом Слово Божье? Слава Богу. Именно это и является правильным. Говорю вам, Слово Божье говорит об этом очень, очень ясно. В 17 главе первой книги царств, в этой ситуации с Давидом, Голиафом и Израилем, фактически, давайте откроем ее, и мы увидим некоторые факты здесь, в этой ситуации. Давид пришел в ответ на указание своего отца. Все его братья были в армии, и Елиаф, старший брат, тот, которого Самуил хотел помазать как царя, но Бог сказал, я не буду иметь с ним ничего общего. Мне не важно, что он первенец, больше всех остальных, и хорошо выглядит. Слово Божье говорит, Бог посмотрел на сердце, и Бог сказал, я не буду иметь с ним ничего общего. О, и мы сейчас узнаем, почему, прямо здесь, в этой ситуации. Итак, заметьте, Давид пришел туда, чтобы принести еду и передать приветствие от его отца, и принести ободрение от Господа, переданное его отцом. Его отец был благочестивым человеком. Давид пришел с миссией от своего отца. Он пришел туда по делу. Итак, 16 стих. «Выступал филистимлянин тот утром и вечером. Голиаф из Гефа выходил на поле боя». И прочитайте это. Мы не будем тратить время на то, чтобы читать все это. Но там были две горы. И израильтяне были на одной стороне, а филистимлянин... Аминь. «Выступал филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя 40 дней». 40 дней! Не голливудское одно утро, а шесть недель. Шесть недель. Это здоровое ничтожество выходило на склон горы и смеялось. Если вы прочитаете это и прочитаете основательно и внимательно, вы сможете увидеть суть. Он выходил туда, и он пытался заставить Саула выйти и сразиться с ним. Потому что Саул был самым большим человеком в Израиле. Он на плечи и голову был выше любого мужчины в Израиле. И о нем были написаны всевозможного рода песни. И он выходил дважды в день на протяжении шести недель. И вот туда приходит Давид. Хорошо. 24 стих. «Все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля». Видите здесь это слово «поношение». Хорошо. Основательно его подчеркните. «Израиль был порочим, хулим, и мы увидим, что это было. и народ...» Позвольте мне вернуться немного назад. «Поношение с Израиля». «Ибо кто этот необрезанный филистимлянин?» «Кто этот человек, у которого нет завета с Богом, чтобы вставать и поносить армию Божьего Завета». Давид не мог этого понять. Он ходил в этом завете с Богом всемогущим. И Бог пел песни ему и через него. И он убивал льва, он убивал медведя. И позже он сказал Саулу, «Этот необрезанный филистимлянин, тот, у которого нет завета с Богом, ничем не отличается от льва или медведя. Шансов против меня или против Бога у него не больше, чем было у того льва или медведя». У того льва не было завета с Богом. У медведя не было никакого завета с Богом. И он вышел против меня, человека, состоящего в завете и всемогущего Бога, и он попытался украсть мою овцу, и сегодня он мертвый лев. Итак, посмотрите на это. Посмотрите. Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога Живого? Слово «необрезанный» филистимлянин. Это ключевой момент в этом поношении, этой хуле. Вот оно, прямо там. Это поношение, которое было принесено на Израиль, в действительности было поношением Бога, поскольку это был тот завет с ним, который у них был. И вот один человек поносит целую армию дважды в день на протяжении шести недель. поэтому это порочит, хулит, бесчестит Бога и тело Христова. Когда рожденный свыше, особенно крещенный Духом Святым, говорящий на иных языках, верящий в исцеление верующий, слово веры, боится поступать на основании этого кровного завета с Богом, заключенного в крови Иисуса из Назарета. это хула. И в финансовой сфере этот страх сильнее, чем в любой другой сфере. Но он также работает и в других сферах. Помните, что на одном из служений рассказывал Джерри Савейл? Одна женщина, с которой он собирался помолиться и послужить ей, спросила, Савейл, вы думаете, мне стоит записаться на прием к моему врачу на тот случай, если Бог меня не исцелит? Да, теперь вам точно лучше это сделать. Я просто молюсь о том, чтобы вы не умерли до того, как попадете к нему. Брат Копланд, вы верите во врачей? Конечно. Если бы не они, большинство христиан бы умерло. Я лично знаю одного человека, и он рассказал мне это. Он сказал, Кеннет, многие годы люди приходят ко мне на прием, и я говорю им, я рожденный свыше муж Божий, у меня есть служение исцеления, и у меня есть профессия, связанная с исцелением. Если я возложу на вас руки, Бог исцелит вас, и вам это ничего не будет стоить. Если мне придется лечить вас с помощью лекарств, это будет стоить вам каких-то денег, потому что это моя профессия. И он сказал, знаете, что самое смешное? Неверующие выбирают молитву, они не хотят тратить свои деньги. Давайте лучше помолимся. молитву, а верующие христиане говорят, ну нет, давайте лучше сделаем укол. Сколько это стоит? У них нет никакой уверенности в Слове Божьем, по многим причинам, но все они в совокупности сводятся к религиозной традиции. Попытка поступать на основании религиозной традиции не принесла никакого результата. понимаете? И в этой ситуации здесь страх поступать на основании Божьего Кровного Завета. Ну, брат Копланд, я просто не могу ничего с этим поделать. Я просто полон страха. Что вам нужно сделать, это снова окунуться в Слово Божье, перестать поносить, хулить, бесчестить этим Бога, Его Слово, Его Кровь, Его Имя и все остальное тело Христово. Я знаю, что никто не попрекает вас за это, но это все равно хула, поношение перед Богом. Хула, поношение, означает позор, бесчестие. И от этого есть лекарство. Вернитесь в Слово Божье. Кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия достигла совершенства. Совершенная любовь изгоняет страх. Обратитесь к Слову Божьему и оставайтесь в нем до тех пор, пока этот страх не уйдет, и просто благословляйте Господа, и следуйте там с Ним одним курсом. Этот страх уйдет, равно как и та немощь и эта болезнь. И вот вы, хвала Господу. Если вам нужна помощь, найдите хорошего рожденного свыше крещённого Духа Святым врача, и пусть он поможет вам помолиться и поможет вам как-то еще, как он может вам помочь. Хвала Господу. Аминь. Но, брат Коплант, я не знаю рожденного свыше врача. Все-таки поищите верующего врача. Ну, я не знаю. Я уже устал с вами разговаривать. Я пойду вот сюда и поговорю с кем-то другим, у кого хватает здравого смысла. Аллилуйя. Разве вы не согласны, что это глупо? Особенно, когда христианин обращается к неверующему психиатру. Возможно, это и является ответом. Я об этом не думал. Возможно, это и является ответом. Я все думал, каков ответ на этот вопрос. Насколько можно быть глупым? Возможно, вот он. Вы знаете, насколько кое-что из этого глупо, но вы все равно идете и делаете это. Знаете, что? Грех глуп. Вы знаете. И такого рода страх, особенно, когда это стало широко распространено, что стало приемлемым. Говорю вам, было время, когда кое-что из того, с чем мы миримся каждый день, люди настолько этого стыдились, что не показывались на публике, особенно христиане. Это хула, бесчестие. Из-за пролитой крови Иисуса это поношение бесчестия для Слова Божьего, того, через что он прошел, чтобы исправить это для вас, а потом взять и попрать это, понимаете? Есть другая сфера этого. Давайте вернемся назад. Я хочу показать вам, как работает дьявол. Если вы поймете, как он работает в этом, говорю вам, это значительно поспособствует тому, чтобы сделать вашу жизнь свободнее, когда вы можете идти и делать то, что Бог призвал вас сделать и смеяться над дьяволом, плевать ему в лицо. И пусть только посмеет что-то сказать. Это настолько реально. 28 стих. Итак, Давид ходит среди тех людей, спрашивая, что дадут тому, кто убьет этого человека? Я убью его. А что я за это получу? Они видят эту большую проблему. Давид видит возможность. Я убью его. И ему говорят, царь сделает тебя богатым и даст тебе в жены свою красивую дочь. Давид говорит, я знал это, я знал это. Я стану богатым и получу в жены дочь царя. Слава Богу. Голиаф привел Давида в восторг. Он такой большой, не промахнешься. И у Давида есть помазание Божье. Самуил уже помазал его, как царя. У него есть помазание Божье. У него есть кровный завет с Богом. Он нисколько в этом не сомневается. И он знает, что разобраться с этим необрезанным филистимлянином это все равно, что прогуляться по парку. И Давид говорит, о, посмотрите, какие они все испуганные. Я стану богатым, воспользовавшись этой возможностью. Я получу красивую жену и, вероятно, в конечном итоге буду жить в доме царя. И так оно и было. И посмотрите, что произошло, пока он об этом спрашивал. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Теперь посмотрите на 28 стих. «Елиав, старший брат Давида, который был офицером командного состава на войне в армии израильтян. И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиав на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех? немногих овец?» Что этот Елиав делал? Он порочил, бесчестил Давида. Он стыдил его. Почему? Его гнев дал этому толчок. Ему самому уже было стыдно. И он пытался переложить это поношение, этот позор на Давида и очистить от него свою нечестивую душу. И дьявол и сегодня по-прежнему это делает. Он постоянно это делает. Он делает это на национальном обвинении. Он делает это на CNN. Постоянно. Люди, облаченные властью, я ничего о них не говорю, я имею в виду, они постоянно публично это делают. Это был их способ защиты. Переложить поношение, укор за свои проступки, на того, кто их проверяет и проводит расследование. Кем бы вы ни были, им все равно. Они будут стыдить вас. Они будут говорить о вас ложь. Они будут делать все, что только могут. И будут называть это хорошей политикой. Это поношение по отношению к Богу. Вот что это. Посмотрите на Ильява и подумайте, не видели ли вы такого же по телевизору? Зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. Ты жаждущий войны, мальчишка. Нет, неправда. Давид пришел туда, чтобы накормить своего старшего брата, чтобы принести этому большому идиоту еду. Но Ильяв смущен, он трус, и он пытается переложить это поношение. Этот позор с Израиля, с себя как офицера, на Давида, обвинив того в гордости и в том, что он никчемный. Тебе нечего особо делать. Ты там, в этой пустыне, с кучкой овец, которые все равно не идут в расчет. Их там было не очень много. И именно так дьявол и работает. Да что ты о себе возомнил, ездя на этой новой машине? Возможно, так оно и есть, если вы манипулировали людьми, чтобы получить эту машину. В таком случае, это будет поношением, бесчестием, не так ли? Но когда вы посеяли семя, вы стояли на слове Божьем, вы были послушны Богу, и вы ходите, чтобы помогать другим, и ваши деньги это деньги с миссией, и Бог открывает эти двери и пересаживает вас в новый Мерседес, то наполируйте его и ездите на нем. Слава Богу. И говорите всем, видите, Иисус это сделал. Аллилуйя. Но если для этого вам приходится занимать деньги, влезать в большие долги, чтобы купить эту машину для того, чтобы хорошо выглядеть, то это поношение, бесчестие. Это никакое не процветание, это поношение, это бесчестие. «Ну, знаете, я хочу купить себе красивую новую машину, чтобы они знали, что я действительно успешный». Это неправильное представление. Вы думаете о себе. Вы не думаете о тех людях, вы манипулировали ими. Однако то же самое справедливо и когда «Ну, знаете, я буду ездить в церковь на своем Бьюике 52-го года, чтобы все думали, что я действительно смирен, и тогда от этого не пострадают мои пожертвования». Вы делаете одно и то же. Вы оба грешите одним и тем же. Вы оба порочите, хулите работу Божью. Аминь. Понимаете? Это все манипуляция. Все это в той или иной форме. Что говорит об этом Слово Божье? Какова истина об этом? Все зависит от вашего источника. на кого вы рассчитываете? Кому вы служите? Кто ваш Бог? На что вы уповаете? Уповаете ли вы на Слово Божье, на кровь и имя Иисуса? Или же вы уповаете на эту мирскую систему? Вы должны разобраться с этим вопросом. И вы действительно должны спросить у себя это. И не просто побыстрее это сбросить. Я говорю о серьезном молитвенном времени. Когда вы проводите какое-то время перед Богом и просто заглядываете внутрь себя, будучи предельно честными, не осуждая, но будучи честными с самими собой, с Богом, со Словом Божьим, извлекаете свои мотивы, хорошенько их исследуете, чтобы увидеть, хотите ли вы вернуть их обратно или же выбросить в мусор. уделите этому время. И затем, когда вы послушны Богу и делаете то, что Он говорит, приходят Божьи благословения. Для Бога это не поношение, для Бога это честь. Аллилуйя. Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной. Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к обновленным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэмми, на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто, но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых ты призываешь и которым ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях. И я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы, жертвуя тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом и действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Если вы хотите заказать наши книги, а также получить дополнительную информацию о нашем служении, воспользуйтесь информацией на вашем экране. До встречи! А пока помните, что Иисус Господь! Иисус